В роли мэра, начальника управления или отдела администрации города попробовали себя учащиеся школы Наринмара. Ребята получили возможность проявить себя в управленческой деятельности в рамках Дня местного самоуправления. Праздник отмечается в нашей стране ежегодно, начиная с 2013 года. Алена Христолюбова, новая заместитель главы администрации города, получила должность по результатам конкурсного отбора и собеседования. Она написала эссе на тему «Мой Наринмар – мое будущее». В своей работе девушка предложила развивать туризм в Заполярной столице, строить горнолыжные курорты и базы отдыха. Наш город очень маленький, незаметный и возможно, что не все о нем знают. Он очень далеко находится на севере. И я написала о том, что я считаю, что в нашем городе мало используют его преимущества как полярные столицы. У нас очень много снега, но у нас очень мало всяких, допустим, лыжных курортов, домиков для отдыха, снегохода, где можно было бы использовать. Можно было бы больше чумов установить, устраивать какие-то такие места, развлечения, чтобы привлекать туристов в нашу округу. Началась работа заседания комиссии по отбору проектов для предоставления грантов начинающим предпринимателям. У ребят появилась возможность на живых примерах посмотреть, чем занимается власть. Ребятам дана возможность быть членами этой комиссии, рассмотреть бизнес-планы, которые представлены. Будет представлена ситуация, когда сами предприниматели приходят и защищают свои бизнес-проекты. То есть есть задача выслушать, оценить, заполнить оценочную ведомость, как положено, выявить победителя, подписать протокол. В процессе они, естественно, могут задавать любые вопросы, которые им интересны. День местного самоуправления было решено установить 21 апреля. В день издания в 1785 году жалованные грамоты городам, подписанные Екатериной II. Грамота положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. По словам главы города, важно показать молодежи, что их мнения и свежий взгляд на проблемы униципалитета важны. Мэром на сегодня стала ученица 11 класса школы номер 3. Глава города займется теми же функциями, которые исполняет каждый день. То есть у нас сегодня с вами, мы видим, что не совсем благоприятные погодные условия. То есть у всех больше нареканий сегодня как раз звучит со стороны жителей. Это по уборке территории. Поэтому я думаю, что мы будем сосредоточивать основные наши усилия. Это по уборке снега, расчистке тротуаров. По крайней мере, это наиболее актуальный, наверное, сегодня вопрос. Работа дублеров тщательно распланирована, чтобы каждый занимался определенным делом. Среди обязанностей подготовка открыток к 1 мая, написание поздравления на сайт и статьи в газету. Специалисты надеются, что опыт работы в администрации, пусть и такой непродолжительный, поможет учащимся определить свой жизненный путь. Для организаторов также важно получить обратную связь. Например, я предложу одному из соискателей составить анкету для участников этого мероприятия по итогам сегодняшнего дня, который они заполнят, чтобы нам в дальнейшем узнать их замечания, предложения и работать с ними. День самоуправления в рамках реализации программы «Молодежь» проводится уже в седьмой раз. Ознакомиться с работой власти в этом году изъявили желание 20 учащихся школ города. Примечательно то, что среди замещающих лиц только один юноша. По словам дублёров, день прошёл плодотворно, и теперь им понятно, какой вклад вносит администрация города в жизнь заполярной столицы. Поделиться впечатлениями ребята смогли в конце рабочего дня во время церемонии награждения благодарственными письмами. Настоящий глава города заверил, что замечания и предложения юных управленцев услышаны и будут приняты во внимание.